Мы сегодня опять снова в Латвии, в Риге. Что сегодня будет происходить на сцене? Это будет такой двойной диджей-сет или будет с вокалом, с пением? Да, это будет с вокалом, потому что... Я думаю, это будет больше клап-шоу. Больше клап-шоу, потому что мы сегодня, конечно, с Бикеем исполним пару-тройку своих новых треков, и это в какой-то степени будет даже эксклюзив, в том плане, что треки еще не вышли, и мы сегодня выступим, покажем людям треки, которые никто еще не слышал. Это один из ваших первых туров совместных, да? Ну, я бы не сказал, что мы сегодня прилетели в Ригу именно проектом Мэгби Бикей, как вот именно новым... Полноценным, готовым проектом с полноценной программой, с которой можно выступать. Да, мы с этим еще сюда приедем. На сегодняшний момент, да, вот на сегодняшний день, мы приехали больше с клап-шоу. А как вы готовитесь? Или это будет больше, опять же, импровизация? Это будет фридстайл. Мы ничего не готовим, потому что, опять же, мы не знаем, какая атмосфера на данный момент в клубе, мы не понимаем, что там сейчас, какая волна там. Просто очень трудно понять, как вот вы вместе можете работать, потому что вот ты, мне кажется, такой взрывной, такой энергайзер, вот как ты работаешь за пультом. А Бикей, мне кажется, наоборот, такой более лиричный, такой мелодичный. А ты просто нас не видел еще в деле, когда мы... На самом деле мы с Эдиком вот как раз-таки вспоминались. Я сейчас в номере забегаю, там возвращались назад на много лет, и как начиналась вообще вся эта движуха с вечеринками, как Эдик начинал играть. Мы же очень давно играем, в принципе, играем танцевальную музыку и танцуем людей. То есть в какой-то степени даже мы меняли их сознание музыкой и в лучшую сторону в какой-то... Это для тех, кто не знает. Это сейчас как бы он посвящает людей, которые, может быть, для кого-то... Я персонаж там новый относительно, который думает, что там типа он меня знает там 5-6 лет. Но вот Бикей говорит о тех временах, когда это было очень давно. Это... 97-й, допустим. 97-й, 98-й, 99-й год. Это для тех, как говорится, малолеток, которые не понимают, когда мы начали играть, да. То есть мы давно в этом всем деле, мы давно в этой игре, вот. И касаемо того, о чем ты сказал, я думаю, сегодня будет золотая середина. То есть между, как ты говоришь, каким-то моим посылом, да, более таким, ну, энергичным, диким, да. И Бикей, как ты говоришь, более спокойный, хотя, в принципе, когда он, например, играет свою музыку, я бы не сказал, что он спокойный на самом деле. Просто, понимаешь, как бы... Обстоятельства и атмосфера они... Да, 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 и сама стилистика, сама стилистика, понимаешь, нельзя сравнить техносет с трэп-сетом. Ясно, что как бы ломан и ритм, да, и сама вечеринка, они абсолютно разные. Техносет, он проходит вообще в другом вайбе, понимаешь, да, там хаус-сет, он проходит в другом вайбе. Там длинный микс, там... Да и там у меня нет микрофона, то есть я там не MC, я там не вокалист, я там, ну... Да, там более... Во-первых, очень нужно понимать тем, кто не посвященным, это сама специфика игры, понимаешь, да, этих разных стилистик. Тут идет длинный микс. То, что делаю я, это cut-style, короткие 30-секундные дропы, поэтому идет очень большая смена, понимаешь, да... И композиции жанров и стилей, это... Да, да, это разное немного, разный вайб. Поэтому, конечно, для тебя BK может быть в какой-то степени более такой спокойный. А будет альбом или это сейчас не место? Да, это будет альбом, да, это будет альбом. А вообще семья и отношения, они как к творчеству? То есть это помогает, мотивирует или же это порой отвлекает? Вот тяжело ли, вот имея семью, заниматься вот такими творческими делами? Отвлекает ли или нет? Знаешь, и да, и нет. Иногда тебя это отвлекает, потому что хочешь побыть сам собой в творчестве. Иногда тебе это дает новые краски и помогает тебе, мотивирует, заставляет тебя двигаться дальше, потому что у тебя есть ответственность перед людьми, да, перед этими маленькими людьми, да, у тебя есть какая-то ответственность. Ну, это я про себя говорю. У BK все попроще в этом плане, да, Барин? Ну да, у меня попроще, и в принципе, когда есть человек рядом, с которым тебе хорошо, как мне кажется, и комфортно, да, то карьера и какое-то финансовое положение, оно как раз таки от этого и зависит. Не наоборот, ты не счастлив, когда у тебя есть деньги, ты счастлив, когда есть у тебя кто-то, и тогда у тебя появляются деньги. Но все равно раньше было, 10 лет назад вам было все-таки, наверное, полегче, да, жить в этом… Бро, 10 лет назад мы были другие, понимаешь? 10 лет назад вообще правила игры были другие, мировые, вообще… Система ценностей у нас была другая. Все по-другому. Время встречалось тогда, все очень как-то быстро происходило. Да, много было прикольного, много было того, что мы сейчас вспоминаем с теплом, и нам это очень… ну, по кайфу вспоминать, вот. Много, много прикольного того, что происходит сейчас, после всего этого, вот новое, вот. Мы рады тому, что мы по-прежнему в строю, и мы по-прежнему делаем то, что нам нравится. Это очень важно. Ну блин, время идет, короче. Спасибо. Спасибо. Как вы развлекаетесь, как вы расслабляетесь? Вот, допустим, я слышал, что у Эл Вана есть в райдере там PlayStation с FIFO, и вот они там вот со своим братом приезжают, играют. У вас есть какие-то такие вот интересные совместные хобби? У нас совместные хобби, это нельзя назвать хобби, я приезжаю к Эдику, и мы начинаем делать музыку, и лучшего развлечения и наслаждения для нас не бывает, как получить конечный результат. Знаешь, я не хочу ничего сказать там про других людей, возможно там Леве и его брату прикольно поиграть в PlayStation, почему нет? Это как бы, да, это прикольно. Вот. Я просто не могу представить, чтобы мы с Бикеем сели и начали играть в PlayStation. Мне кажется просто, не знаю, я как-то время не хотел бы терять на это. Опять же говорю, кому-то это в кайф. Нет, я геймер иногда тоже, могу себе позволить как бы поиграть там в PlayStation. Один, один он сам, да. Но сказать, что мы вот встречаемся вдвоем и типа хотим поиграть, мне кажется, мы вообще когда встречаемся вдвоем, а мы в принципе видимся, ну если там в неделю мы видимся пять раз, наверное, четыре раза мы видимся в неделю. Ну можно сказать, что мы практически каждый день вместе. И возможно придет период, когда нам с Бикеем в кайф будет сесть и просто поиграть в PlayStation. Вот так. Ты же еще преподаешь? До сих пор, да, да, преподаю, конечно. И в Риге, да, ты приезжал, сделал тоже мастер-класс? Да, давал у вас мастер-класс, в Риге было очень прикольно, было много детей, вот. К сожалению, уровень, уровень именно танца в моем направлении здесь для меня показался низким, хотя информации, мне кажется, сейчас уже, ну, валом просто, информации много. Но как преподаватель я заметил низкий такой уровень, именно если мы говорим про хаус-дэнс. Вот. Мне пришлось много объяснять, много показать заново, вот. Тем не менее, было очень позитивно, очень информативно было. Вот. Многим понравилось, и я рад, в принципе. А вот вы помните, как и когда у вас вообще появилась тяга к музыке? Это было раннее детство какое-то? Ну, я помню тоже, и он помнит прекрасно. Блин, тяга к музыке. Ну, я так давно танцую, что мне кажется, вот, наверное, тяга к музыке у меня тогда и появилась. Это девяносто девяносто пятый год, наверное. Сначала танцы, а потом уже… Да, да. У меня было так в жизни, да. У меня в жизни было так. Сначала были танцы, и я через танцы все больше и больше втягивался во все эти музыкальные какие-то, не знаю… В этот музыкальный океан меня всасывало. Блин, мне кажется, столько нового всего, что вдохновляет. Вообще, мне кажется, нереально. У меня, я же говорю, у меня по-прежнему в голове музыкальный сортир из всех стилей, из всех направлений, поэтому меня вдохновляет все. Меня может вдохновлять Трэвис Скотт, меня может вдохновлять какой-нибудь там, не знаю, электронный диджей, меня может вдохновлять Уикенд, меня может вдохновлять, я не знаю, там… Кайни Уэст. Дрейк. 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 Мы сегодня, ну, это он смотрел первый раз, я сегодня показал ему новый клип. Да. Новый клип от Booking Machine, да, где все артисты Booking Machine, там Оксы, там… Это реально круто. И все там Джембо, да, и все остальные там Марко. Вот, и мы обсуждали, насколько, насколько они просто изнасиловали, изнасиловали русский рэп одним треком просто. Они просто показали, показали разницу. Это очень важно, показывать людям разницу. По кайфу хавайте фастфуд, по кайфу хавайте в дорогом ресторане. Понимаешь, да, вот пример такой. Вот, это очень круто. Поэтому мы двигаемся, в России за последнее время появилось огромное количество фрешменов, если мы говорим про, опять же, сейчас про некий там рэп, хип-хоп. Потому что я про, к сожалению, не могу многого рассказать про нашу кухню диджейскую. Тут, как бы, все гораздо сложнее. Во-первых, сейчас другое время пришло. Пришло время русского рэпа в России. И огромное количество молодых, новых исполнителей. Они каждый по-своему прикольный, каждый по-своему крутой. Среди них есть, конечно, ну, очень плохие примеры, да, то есть разные. Но много крутых чуваков, короче, появилось. И мы тоже всех слушаем, анализируем. Конечно, мы двигаемся в другом направлении. Мы из себя не относим к этому жанру. Никто из нас не занимается так рэпом, да, мы не читаем рэп. И себя не чувствуем, как рэперы, да, хотя неплохо в этом шарим. Ну, не живем этой жизнью просто. Это очень важно жить этой жизнью. Я живу жизнью диджея, музыканта электронного. Он живет такой же жизнью. Ну, еще помимо того, что вокалистом. Вот. А так, в принципе, много крутого появилось. Я тебе не буду врать. Если, например, на той нашей встрече я тебе рассказывал, как там все плохо, то сейчас я тебе так скажу, что да, все плохо в том жанре, вот в этом каком-то неком попсовом, каком-то колхозном жанре, там вот, там да, там так же все плохо. Там так же все, вот не знаю. Ну, блядь. Ну, ничего не меняет. Ну, не хочу я про них говорить. Даже не хочу, да. Даже не хочу эти имена называть, понимаешь? Которые, которые это днище. Вот они там делают свой какой-то кал, да, и этим кайфуются. Понимаешь? Они как он на своем мире, блядь. В своей какой-то психушке, понимаешь? Да там варятся, блядь. И вот эту шляпу свою делают. А есть, помимо этого, много крутых, достойных чуваков. Они очень юные, они очень перспективные. И они вытесняют эту… Бескорыстно. Да, они вытесняют это. Свои цели. Это очень важно. Это очень важно, да. Вы оба были и на лейблах, и как свободный артист. Вот сейчас Мэг опять на лейбле, а ты выходишь как свободный, да? На данный момент. А в чем плюс быть на лейбле и в чем плюс быть свободным артистом? Ну, я же не на лейбле, условно говоря, на каком-то контракте с каким-то продюсером. Да, тут как бы нужно людям дать понять, что я не на таком лейбле. Я на музыкальном лейбле на зарубежном. Я на том же лейбле, на котором был на Акстане. Да, вот. А это немного другое понятие лейбле. Это электронно-танцемальная музыка. Там немного другие условия. Там нет таких жестких контрактов, каких-то обязанностей. Мы делаем музыку, издаем ее, двигаемся дальше. За счет этого перемещаемся по каким-то фестивалям, мероприятиям, играем свою музыку. Ну, то есть как бы это другое лейбл. Это не тот лейбл, который, грубо говоря, о чем ты говоришь, понимаешь? Поэтому я бы сказал так, мы оба свободны. Мы оба свободны. Просто я еще подписан на зарубежный лейбл, на котором издаю свою музыку. Более-менее нормально. Ну, да, да, да. Но быть свободным, быть артистом – это новые проблемы, нежели более самостоятельные и больше за все отвечаешь? Или больше минусов, или больше плюсов по вашему опыту? Ну, давай будем честными. Когда ты находишься на лейбле, конечно же, все гораздо проще. У тебя менеджмент, у тебя booking, у тебя PR-отдел, у тебя SMM-щики, всегда медиаресурсы на вас работают и много-много всего. Конечно же, это всегда выгодно, и поэтому все начинающие артисты не просто так стремятся на Газгольдер или на тот же самый Blackstar. Это ясно. Двигаться самому, конечно, гораздо сложнее. Нужна своя команда. Но, если мы посмотрим сейчас на современных артистов новых, многие из них нигде не подписаны. Они двигаются своими какими-то бандами, своими тусами, мини-лейблами. А как вы относитесь к юмору в музыке? Вот такие группы сейчас у вас в России, как Little Big, Хлеб. Вот как вы относитесь вообще к такому жанру, как юмор в музыке? Вот мы недавно, да, Хлеб. Есть ли место его там или это для вас такое? Это имеет место быть. Это имеет место быть, мы к этому относимся с иронией. Мы можем один раз посмотреть, просто поражать, не более. Не будем врать, такое мы не слушаем. Нет ни у меня в плейлисте, ни у него, ни Хлеба, ни Little Big у нас нет. Это для тех, кому это нравится? Да, да, да. Это для их аудитории. У них есть своя аудитория, им это нравится. Это имеет место быть. Да, у нас, в принципе, не интересно, и вы в нем не видите перспективы? Нет, нет, мы не особо какие-то юмористы, не особо у нас получится, мне кажется. Спасибо большое вам за интервью, жарко вам концерты. Всегда, пожалуйста, рады всегда здесь быть. И уже не первый раз мы с тобой встречаемся. Надеюсь еще. До встречи. Да, да. Спасибо.